Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 16 января По народному месяцу слову Малахия-даильница, Гордей В этот день христиане чтят ветхозаветного пророка Малахию, 4 век до н.э. И мученика, Гордея Каппадокийского, родился в Кесарии, жил в конце 3-го, начале 4-го веков н.э. Бывает же такое, обычно очень точный в своих определениях народ, назвав этот январский день тихим днем Малахии-даильницы, дважды ошибся. Во-первых, святой пророк Малахия, живший за 400 лет до Рождества Христова, Хоть и слыл человеком необыкновенно душевным и благочестивым, был мужчиной. А во-вторых, согласитесь, день, когда из припадочных, одержимых и кликуш изгоняют нечистую силу, назвать тихим довольно сложно. Впрочем, наш народ не только мудростью, но и чувством юмора обделен не был. Да и не узнать сейчас, досадное недоразумение в названии дня сказалось, или чья-то пущенная по ветру шутка к листку календаря пристала. Испокон веку на Руси принято было одержимых, порченных и припадочных каженниками называть. Считалось, что людей этих обошел, обвеял нечистый ветер, поэтому одни из них впадали в беспамятство, другие – в бешенство, а третьи погружались в меланхолический бред. Исцелить каженника мог лишь очень опытный знахарь, владеющий специальной, заговоренной молитвою, использовать которую разрешалось только один день в году, на Малахию до Ильницу. Но даже среди сильных и умудренных опытом знахарей, дело это считалось крайне опасным и далеко не всегда заканчивалось благополучно. Ведь изгнанная из тела каженника нечистая сила стремилась тут же найти себе другое пристанище, поселившись в очередном бедолаге или пристроившись в хозяйской буренушке. Стремясь оградить себя от подобных неприятностей, простодушный деревенский люд держался от места обрядового действия на почтительном расстоянии, загораживая двери хлева осиновыми деревцами, а самих коровушек перепоручая на время заботам домового. Для чего нужно было войти в горницу, поклониться в пояс и произнести «Дедушка доможирушка, береги мою скотинушку, пои да корми да гладко води». Но ведь не в каждой деревне жили каженники, а день Малахии до Ильницы не только изгнанием нечистой силы из болезненных и порченных отмечен. Поэтому те, кого судьба здоровьем не обошла, жалобами Бога не гневили, а занимались потихоньку своими повседневными делами. Не забыв, правда, смастерить для ребятишек глиняную коровку, убраться в хлеву, а во время вечерней дойки лишний раз обласкать коровушку, приговаривая. В этот день также принято было варить овсяную кашу на молоке и кормить ею коров. Впрочем, и сами хозяева не брезговали этим кушаньем. По поверью, связанному с другим названием этого дня, Гордеев, нельзя хвастаться ни добром, ни здоровьем, ни детьми. Иначе говоря, нельзя гордиться. В противном случае объект хвастовства можно потерять. По этому поводу говорили, сатана гордился, да с неба свалился. А еще за погодой наблюдали и примечали. Если деревья покрыты инеем, то ближайшие дни будут ясными. По небу плывет белое облако, то скоро завоет вьюга и закружит метель. Деревья затрещали, жди морозов. Зайцы прыгают по полю к вьюгам и метелям, начали подбегать к домам, к морозам. В этот день снег идет без перерыва, значит ночь будет морозная. На Гордееву ночь месяц ярко светит, опять же к холодам. Солнце на закате окружают круги, готовьтесь к снегу и морозу. И добавляли. Погода в этот день предсказывает погоду в марте. Счастья и здравия вам, телесного, духовного и душевного, славяне! Братья-месяцы КОНЕЦ 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 КОНЕЦ